Сегодня у нас будет очень-очень интересный гость. Надия Черкасова, это банкир, человек, который много сделал. Мне кажется, это одна из самых влиятельных фигур с точки зрения понимания кредитования малого и среднего бизнеса. Человек, который разбирается в банковских технологиях, который является амбассадором женского предпринимательства и много-много-много разных можно эпитетов о Надии говорить. Поэтому мы сейчас подождем, пока она к нам присоединится к нашему эфиру. Надеюсь, что все получится и у нее будет возможность действительно сегодня выйти с нами на связь. Поэтому мы сейчас ждем. А пока я расскажу, что это серия прямых эфиров в рамках продвижения и поддержки задачи, которые я делаю, это формирование персональной стратегии для того, чтобы помогать людям формировать свое видение, для того, чтобы люди могли реально формировать свои цели, формировать свое представление о своем будущем, основываясь на персональных ценностях. Пишу смс и уверен, что мы очень многие темы уже поднимали. Мы говорили о том, как правильно читать, мы говорили о том, как работать с персональным брендом. Мы говорили о том, как вообще двигаться с точки зрения своей стратегии. Вообще, 15-го, кстати, марта стартует уже третий поток персональной стратегии. Поэтому вот буду очень рад с вами поговорить. Пока Надия подсоединяется к нам, хочу вам рассказать буквально несколько слов. Сегодня, когда мы разговаривали с ней, Надия рассказала мне об очень интересной книге. Книга называется «Просто космос». Она написана Катериной Лингольд. Это русская девушка, которая смогла очень активно продвинуться в стартап-сообществе, смогла реализовать свои мечты для того, чтобы достигнуть очень многих результатов. И она как раз в своей книге «Жизнь в стиле Эджайл» или «Просто космос» рассказывает немного о другом подходе. О подходе Эджайл, когда самое главное, что любая большая задача, любая стратегия разбивается на несколькие спринты, которые и влияют в целом на общий результат. Поэтому вот мы посмотрим. Возможно, что в одном из наших потоков мы попробуем протестировать эту идею о том, как с этой вообще темой жить. Напомню, что «Персональная стратегия человека» – это курс, который я провожу абсолютно бесплатно в рамках моего желания и работы, связанной с тем, что мне бы очень хотелось, чтобы люди, которые прошли у меня курс по «Персональной стратегии», смогли взять эти инструменты и сами начинать учить людей. То есть, это такое вирусное распространение. Мне бы очень хотелось, чтобы это именно было так. Для того, чтобы возможность понимания своих целей через представление своих ценностей давали результаты людям. А в первую очередь, это возможность улучшить свою жизнь. Тогда все очень просто. Вот сделать немного себя счастливее, добавить ясности в представление о будущем, снизить тревожность, снизить какую-то боязнь восприятия нового. Поэтому все происходит очень интересно. Я приветствую своих знакомых. Вижу Аллу Цветова. Привет, Алла. Вижу Константина Цветкова. Поэтому я очень рад всех вас видеть. Это ребята, которые уже прошли и первый курс, и второй курс, и третий курс. Напомню, что первый курс – это такой, знаете, экспресс-интенсив, когда мы очень активно, очень быстро, серьезно включаемся в работу для того, чтобы в очень спрессованном времени максимально эффективно сделать так, чтобы люди могли найти свои цели, найти свои задачи, быстро выявить свои ценности. Очень напряженно каждый вечер работаем для того, чтобы найти эти желания. А вот мы видим прекрасную нашу замечательную встречу. Привет. Как я рад тебя видеть. Привет. Привет, привет. Как лучше держать телефон? Так или горизонтально? Вот прекрасно. Все прекрасно. У тебя все чудесно получается. Я только что хотел тебе закомпликать. Все, чтобы ты не взяла в руки, все, чем бы ты не начала заниматься, все получается. Ты вот так незаметно, но я, насколько помню, уже достаточно где-то примерно 3 или 4 года ведешь здоровый образ жизни. Ты правильно питаешься, накапливаешь себе энергию. Ведь сегодня мы как раз будем об энергии разговаривать. Да, отлично. Классно. Вот я понимаю, что немножко непривычен формат. Мы с тобой ходим на радио, ты меня тебя приглашают. А тут мы дома сидим, включили телефоны и еще, чтобы люди нас смотрят. Видишь, как двигаются технологии? Мир меняется прям вот очень-очень быстро. Да, это правда. И у меня сегодня прекрасный день. Я успела поужинать уже с семьей и даже вот закрылась в спальне своей дочки. Нашла один светлый угол без плакатов, без розовых котиков, дельфинчиков. И вот теперь настроилась в полной тишине, чтобы поговорить с тобой, Рома. Спасибо тебе огромное. Начну, знаешь, с чего? Я прямо вот сразу скачал книжку, купил в Литресе. Кстати, ты знаешь, такой кайф, когда ты вот раньше мы искали там где-то бесплатно что-то сказать. Сейчас просто заходишь в Литрес и покупаешь. И первое, что я увидел там как раз вот о том, о чем ты говоришь, там она приводит пример очень известного финансиста, который говорит, что я 75 дней в году буду проводить дома с семьей. И если вдруг этот результат уменьшается, то он просто отменяет встречи. Ты сегодня дома. Как тебе удается? Сверхзанятой женщине. Супер бизнесвумен. Как? Да, кстати, он говорит о том, что 25 дней в месяц он обязательно ужинает дома с семьей. Да, я вот ошибся. Не с семьей, а 25 вечеров он проводит дома с семьей. У тебя есть какое-то... Каждый месяц. Да. У тебя есть какое-то целевое значение, сколько ты вечеров должна провести с семьей? У меня пока нет целевого значения, но я стараюсь как минимум на неделе 3, а то и 4 дня точно ужинать всей семьей дома. Но у меня есть другое правило, которое я думаю, что точно все смогут 100% соблюдать. За исключением командировок мы точно все завтракаем в утром дома. Ох ты, круто. Вот это вот тоже классное правило, которое несколько лет назад мы в семье выработали. Это то, что точно мы все завтракаем вместе. Мы встаем в 6.45, иногда в 6.40, и утром все дома, вся семья, трое детей, я, муж, и мы вместе завтракаем. И вот это правило точно можно применять всем. И тогда точно у работающих мамочек и у работающих папочек занятых не будет никаких проблем с чувством вины, что вот наступил вечер, и я сегодня не с семьей, а меня пригласили на какой-то интересный концерт или на какое-то интересное мероприятие. Или хочется иногда тоже сходить в театр, а все это в 7 вечера или на концерт, или какой-то интересный мастер-класс тоже бывает вечером. Поэтому 100% работающая история – это завтрак с семьей. Прекрасно. Знаешь, что еще важно? Да. Я думаю, что тоже могут многие взять на заметку, что так же завтрак может быть таким же прекрасным и уютным, как вечер. Так же можно зажигать свечи. Я помню эти белые свечи, которые стоят у тебя на столе. Да-да, мы сейчас еще ходим на мастер-классы, делаем всякие разные свечечки. Ты знаешь, мне друзья стали дарить свечки и на Новый год, и на 8 марта. Знаешь, что я не пью алкоголь, теперь мне дарят свечи. И мы их жгем на завтрак. И еще один лайфхак, кроме того, что вот завтракать вместе. Вы знаете, то есть утро, обычно как выглядит утро в семье. Давай быстрее, давай быстрее, давай быстрее. Быстрее, не забыла это, не забыла то. И это совсем другое ощущение, когда твой завтрак на самом деле превращается в ужин, и ты уже как бы начинаешь утро с релакса, спокойно завтракаешь, разговариваешь. Правда, для этого надо вставать чуть пораньше, что мы, собственно, и делаем. Вот, поэтому, если не получается быть, как у того профессора из Штатов, каждый вечер или 25 вечеров дома, то как минимум 30 завтраков утром у вас есть точно такая возможность. Ну, ты знаешь, как всегда, вот можно начинать даже с 8, то есть как минимум с субботы и воскресенья, да? Почему я тебя спросил про целевое значение? Пока мы не оцифруем свою цель, очень трудно говорить, ты достигаешь ее или не достигаешь. Вот, например, суббота и воскресенье умножить на 4, получится 8 завтраков с семьей. Потом расширяем до 10, до 15, до 20 и там до скольки угодно. Как всегда, вот это как в спорте. Но тему, которую ты нам сегодня заявила, да, это энергия лидера, энергия команды и энергия изменений. Я хочу начать с тебя, вот как с человека. Когда ты впервые задумывалась о своем понимании управления своей внутренней энергией? Ну, обычно ты об этом начинаешь задумываться тогда, когда у тебя ее не хватает. Ты тогда думаешь, где бы ее взять? Ну, конечно, потому что бешеный график на работе вне зависимости от проекта, который ты делаешь. Плюс у меня еще есть моя общественная деятельность, которую я очень люблю. Это поддержка женщин-предпринимателей, комитет по развитию женского предпринимателя «Опор России». Там тоже огромный большой проект, это десятки тысяч женщин, которые объединены в 60 городах, и тоже надо много энергии. Конечно же, семья, дети и друзья, и хочется как-то время найти на себя. И ты понимаешь, что энергии может просто на все не хватить, можно заболеть, устать, быть в депрессии. И очень важно следить за своим энергетическим балансом, своим собственным. И то, о чем мы сегодня будем говорить, я для себя в прошлом году точно определила, что я понимаю, что есть три составляющих. Мы вместе с командой прожили проект под названием «Вы лучший год». Кстати, вот точно такая же книга, я хочу ее показать. Круто, круто. Поскольку у нас в нашем проекте в банке «Открытие» большая задача войти в топ-3 лидеров рынка по малому и среднему бизнесу, что невероятно амбициозная и даже сумасшедшая в некотором смысле задача, то мы стали понимать, что наступает выгорание, что каждый устает. И мы пришли к тому, что первое, важно следить за собственным уровнем, за собственным уровнем энергии. Второй большой блок, что если у тебя не хватает собственной энергии, всегда есть энергия команды. И это очень важно помнить, что с тобой рядом есть напарник, партнер, коллега, который может тебе помочь в моменты спада твоей энергии, потому что ты не можешь все время быть только на суперпике. Ну и еще принято считать, что изменения, они вот как-то нас приводят к усталости, что мы устаем от этих бесконечных изменений, от постоянно мигающей рекламы в интернете и так далее, что изменения, они нас обесточивают. Но мы пошли по другому пути, мы сказали, что давайте посмотрим на это по-другому, что изменения, они дают энергию. И таким образом мы сформулировали для себя проект «Твой лучший год» и 2019-й стал нашим лучшим годом, в котором мы сказали, что вот когда ты приходишь домой, считается, что ты пришел с работы, там устал, пришел домой, чтобы набраться энергии и отдохнуть. Мы решили перевернуть вот это стандартное клише, что ты приходишь на работу, там наполняешься энергией, результата, процесса, взаимодействия и созидания, и наполненной энергией приходишь домой, а не наоборот. Чтобы, знаете, пришел домой, чтобы свалиться на диван и устать. Но это, знаешь, это не просто вот такой лозунг, мы себе сказали, что вот мы теперь вот так. Это желание мы себе разложили на три понятных истории. Ну и, наверное, возникает вопрос, а что такое твоя энергия? И я думаю, что здесь очень много насчет этого сказано и написано, что, конечно же, нужно соблюдать понятные правила. С чего начать? Ну я лично начала с простого, что мне ближе, да. И я думаю, что проще всего... Знаешь, как обычно, кастомизация, она важна, да, под себя. То есть вот нельзя просто взять пример и сказать, вот Рома Дусенко делает вот так, или там Надея Черкассова делает вот так, да, или кто-то еще, ролевая модель, вот я иду и копирую. Вот я обычно слушаю и думаю, так, а что из этого мне подходит больше всего, как мне будет проще начать. Поэтому лично вот мне всегда было проще начать с питания. Я такой человек, если завтра сказать, что вот это вот нельзя есть или вредно, для меня нет проблемы не есть сладко, нет проблемы не пить алкоголь, не знаю, не есть хлеб. Слушай, это какое-то должно быть особенное решение или просто в один прекрасный момент скажу, все, с завтрашнего дня я, например, там, питаюсь здоровой пищей и не пью алкоголь. Или, например, сначала 100 грамм, 50 грамм, 10 грамм, 20 грамм, ноль. Ну, я думаю, здесь по-разному, но я точно, абсолютно точно могу сказать, что правильное питание, конечно, дает энергию. Я не являюсь экспертом. Я не знаю, сказала ли ты вначале или нет. Я, конечно же, банкир в первую очередь. Но я на себе попробовала, что если ты правильно питаешься, если ты не ешь продукты, которые не приносят никакой пользы, если вся твоя семья находится тоже в этой логике, то, честно говоря, энергии становится больше. И я в это искренне верю. И могу сказать, что я, например, уже с 2000 года не ем мясо. То есть уже 20 лет не ем мясо и прекрасно себя чувствую. Все те, кто меня знают, знают меня как очень активного человека. Но это не связано с философией какой-то. Это вот именно поиски внутренней энергии. Ну, я откровенно скажу, что это не было у меня связано с какой-то философией. Я просто вот как-то поняла, что мне вот тяжело, тяжело есть мясо. Потом я потихоньку отказалась от птицы, но я ем рыбу. Вот я понимаю, что я не стопроцентная вегетарианец, и это стопроцентно не для меня. Я там два-три раза в неделю ем рыбу. Кроме питания, что важно, конечно же, вода. Я также начала замечать, что очень просто. Я скачала себе приложение водный... Да, Water Balance. И начала пить воды. Но тут я попала сразу на несколько проблем. То есть сначала надо было обследоваться. У меня оказался небольшой камень в кучках, который от такого интенсивного и правильного питья воды дал о себе знать и стал выходить. Ну, слава богу, все прошло хорошо. И доктора я спросила, слушайте, ну как же так? Я вот правильно питаюсь столько лет, я вот пью воды там правильно и так далее. Он сказал, ну, не забывайте обследоваться. Надо было сначала проверить. То есть, как и в любом деле, надо сначала, ну, как бы, оценить ситуацию сейчас, да? Ну да, с того момента, с этого момента уже там прошло более 6-7 лет, я, конечно же, еще и два раза в год хожу на чекап. И мне кажется, что это тоже, в общем, один из элементов, который дает энергию. Ну, я думаю, про здоровье можно много говорить. О спорте. Словно, это важно. Со спортом это как раз то, что я оставила напоследок. Знаешь, у каждого у нас есть что-то любимое. Вот с питанием у меня нет, не было проблем. Может быть, у кого-то будет по-другому. Может быть, кто-то начнет со спорта. Второе – это сон. Ложиться спать. Сейчас мы с тобой закончим разговор, я потом пойду, мы прогуляемся все с ней 15 минут, и будем где-то уже полдесятого, края 10, все уже ложиться спать. В общем, питание, вода, сон – это три наших, понятно, друга конец, которые дают возможность чувствовать себя на полном заряде. Но не всегда ты можешь находиться вот в этом стабильном поле, поэтому мы все работаем в команде, у нас у всех есть друзья, коллеги, и мы также для себя командой определили, что еще один важный элемент, мы не только приглашали в течение года людей, которые преодолевали что-то и выстроили вот эту свою собственную энергию, но и энергии команды. Это когда ты можешь всегда обратиться к кому-то из своей команды, и кто тебе поможет. Это абсолютно банальная история, мы просто об этом договорились. Вы как-то зафиксировали правила какие-то, как в команде. Да, совершенно верно. Ребята делились своими историями, это прекрасная история, я не знаю, могу тебе бросить ролик, это короткий ролик, 40 секунд, он безумный, но он передает эмоции. И видно, что ребят рассказывали в команде, ну, как в момент, когда они уставали и чувствовали, что энергия на спаде, ну, у кого-то, может быть, отменилась встреча с клиентом, а ты не успеваешь сделать какую-то презентацию, тебе может помочь коллега. Вот таких ситуаций каждый день, каждый день очень много. Может так оказаться, что, я не знаю, тебе ребенку нужно купить костюм на, там, Хэллоуин, да, а ты в этот момент доделаешь какой-то проект, или клиент передвинул встречу, ну, кто-то может другой сходить. Мы просто договорились о том, что мы друг другу помогаем, энергия команды – это то, что нас поддерживает. Ну, естественно, в более сложных проектах, когда кто-то другой готов тебе... Слушай, ну, я представляю, например, как твои, там, медлы обращаются друг к другу за помощью, там, даже могу представить, что твой уровень минус один. А к кому ты обращаешься за помощью, когда тебе нужна поддержка? Ну, я могу сказать, я, правда, ну, никогда это не озвучила, но, например, у нас есть потрясающая девочка, ты ее знаешь, Катя Кабанова. Вот Катя всегда везде снимает потрясающие ролики. Вот один раз, вот буквально в ноябре, у меня у мужа был день рождения, я придумала подарок, все подготовила, и потом мне пришла в последний момент идея, и я знаю, что она очень круто, умеет пользоваться разными приложениями, чтобы сделать классные видео. Ну, не те, которые вот стандартные, да, а такие классные, да. Ну, я ей написала в WhatsApp, она быстренько меня научила и показала, я ей написала, Катя, горю, у меня в WhatsApp, у мужа, день рождения, и мне прямо вот сейчас нужна помощь, там, и она мне подсказала. Это неважно, какой уровень, ты сам наработал с нашей командой, ты знаешь, что у нас нет вот этих вот жестких иерархий, и это, конечно, помогает команде двигаться вперед. Ну, и самое главное, безусловно, это третий компонент, это энергия изменений. Ты получаешь потрясающий просто, вот, ну, я не знаю, взрыв эмоций и новой энергии, когда ты учишься чему-то новому и что-то меняешь, да, там, по-другому, чем обычно ведёшь совещание, да, по-другому делаешь что-то, что делал обычно. Ну, например, или ты научился какому-то новому навыку. Мы с тобой сегодня говорили, что вот у меня уже дочка участвует в соревнованиях. В сбоке кубика Рубика? Пит кубингу, да, и вот она собирает вот у неё вот здесь вот такие. Ого, а это что такое? Это что-то новое такое? Ой, честно, я не знаю, как он называется. А как он вообще двигается-то хотя бы? Ну, вот так вот он двигается, вот так в разные стороны, да. Но я ещё такое не умею собирать. Есть ещё Миррор Бокс, это страшная штука, но вот я сейчас не вижу в её комнате, наверное, она куда-нибудь её, как бы куда-нибудь этот кубик положила. Но вот есть обычный кубик, который вот я лично тоже научилась собирать. Вот тебе покажу там всякие. Это игрушка моего детства. Наверное, в пятом классе я впервые увидел его, взял в руки. Вот уже за полторы минуты я собираю. Я себе поставила цель на Women Leadership форуме выступать и в течение выступления параллельно собирать. Это новый навык, которому я учусь. И я обещаю, что за одну минуту я точно буду... Надия, смотри, вот я уверен, что о том, что ты говоришь, даже вот в такой, казалось бы, вроде шутливой форме, как кубик-рубик, заложен в некий глубокий и глубинный смысл, который помогает тебе постоянно развиваться. Вообще, насколько тебя знает, ты апологет саморазвития. Вот что, в какой момент ты поняла, что это нужно, как тебе удается эту энергию саморазвития в себе культивировать, и когда ты видишь, что люди в твоей команде не обращают внимание на саморазвитие, какими инструментами ты пользуешься, чтобы вдохновить их к саморазвитию? Вот таких три вопроса. Ну, да, знаешь, вот, наверное, в момент, когда я поняла, что есть разница между управлением и лидерством, да, вот мы знаем, что в управлении есть понятные компоненты, да, планирование, организация, мотивация и контроль. Но в лидерстве есть то, что отличает менеджера от лидера, это то, что тебе необходимо вдохновлять команду и вдохновляться самому. И в этом смысле, конечно, вот в момент, когда я поняла это несколько лет назад, то стала искать и вдохновение внутри себя, и в команде. И, конечно, мотивировать изменения. Ну, я думаю, что, наверное, в первую очередь, это, конечно, моя черта любознательности, да, но, с другой стороны, понимаете, кубик – это не просто вот развлечение, да, это определенная стратегия, это скорость. Вот, например, Mirror Blocks мне сейчас помогает в управлении. Это одного цвета кубик, в котором разные блоки, и ты понимаешь, что ты не можешь просто так вырвать и выкинуть, как, например, вот в команде. Ты можешь взять и расстаться с человеком, да, из команды. А вот в этом кубике ты не можешь просто взять кубик и оторвать. Тебе надо правильно его перемещать и найти его правильное место. Ты понимаешь, в этом смысле, когда я вижу вот что-то такое новое, я смотрю, а как я могу это применить в моей команде и для себя. Вот, казалось бы, простая такая вот игрушка-кубика, она тоже тебя приводит к тому, что ты можешь совершенствовать свои навыки. Мне бы, честно говоря, очень хотелось бы, поскольку мало времени, да, для эфира, чтобы запомнилась такая очень понятная картинка, да. То есть твоя энергия, энергия команды, надо просто... Надо просто, да, надо просто иногда запросить и сказать, слушайте, вот, ну, как бы, мне нужна там, Ром, твоя, как бы, вот, помощь, да, там, твоя энергия, давай обсудим, давай сделаем. Ты мне помоги, я тебе помогу, да. Ну и третье, конечно, просто по-другому начать относиться к изменениям. И не только относиться к этим изменениям, но и культивировать себе, потому что мы на самом деле самые консервативные элементы, да. То есть вот, ну, сколько раз меняется приложение, происходит апдейт, сколько разных гаджетов у нас меняется, да. Но сами мы часто говорим, что, ну, это когда-нибудь потом, там, или это когда-нибудь позже. И вот я сейчас тоже каждый, каждый, каждый месяц сейчас учусь собирать новые, новые вот эти вот головоломки. И, ты знаешь, я сейчас начала ходить на шахматы, например, с детьми. Так получилось, что я в своем детстве ходила в музыкальную школу. И шахматы были дома, но я ими не занималась. И я сейчас начала заниматься вместе с детьми. Мы, как говорится, буквально открыли дверь в шахматный мир. И это оказалось тоже очень не только развивающее, но и помогающее тебе в работе, в том, что там я делаю. Ну, и энергия, конечно, нужна для самого себя. Потому что, ну, очень часто, когда вот мы говорим о том, что, особенно женщина, да, там много в детях, в семье, в поддержке вот этой вот атмосферы в доме. Операционка такая. Ну, конечно, да. Там, ну, я работаю в банке, у меня есть еще свой собственный проект, краудфандинговая площадка, бумстартер, вот эта вот общественная деятельность. И я в этом смысле, не знаю, наверное, могу себя назвать, что я, вот знаешь, есть ловец снов. Вот мы с детьми вчера буквально делали вот этих ловцов с снов для хороших снов. И я вот ловец изменений. Если есть какие-то моменты, которым я могу научиться, я, конечно же, учусь, потому что проще всего, например, сказать, что иди, сынок, поучись, да, там, или там, иди, доченька, поучись. А это делать вместе, и я очень счастлива, что, например, Кубик Рубик меня научила собирать моя дочка. Это тоже еще один лайфхак, как можно вместе с детьми проводить время. Обычно мы, взрослые, любим их поучать, научать, приучать и любые другие приставки. А вот когда еще и дети нас учат, это еще дополнительные, конечно, энергии, которые ты получаешь в семье. Очень круто. И самое главное, знаешь, оно все очень системно. Оно взаимосвязано, и действительно оно с разных уровней. Энергия тебя, энергия тех людей, которые тебя окружают, взаимообмен энергией, наполнение, когда ты пуст, или наоборот, когда ты полон, ты отдаешь, и тем еще больше наполняешься. И все это вместе дает энергии изменения. Но скажи, пожалуйста, вот мы, как руководители, часто встречаемся не только с тем, что люди хотят изменяться, но бывает так, что и не хотят, или не знают, или не могут, или не умеют. Каким образом, вот есть у тебя какой-нибудь секрет, как вдохновить человека на изменения? Как вдохновить на изменения? Ты знаешь, я знаю только один секрет. Это создать атмосферу. Знаешь, есть такая книга «Путь торговли». Это книга с такими очень короткими историями мудрецов. Когда к мудрецу приходит кто-то. И вот, знаешь, есть такая притча, когда к мудрецу пришел один торговец и говорит, о, великий учитель, вот у меня есть моя команда, и они хорошо работают. Кстати, в данном случае они хорошо работают. Что я могу еще сделать? Ну, и мудрец берет подушку, не знаю, рассказывает тебе эту притчу, или нет, берет подушку, разрывает ее, и, значит, подбрасывает пух. И говорит, ну, и все, подбрасывает пух. И торговец говорит, о, великий учитель, я не понял твоей мудрости, объясни мне ее. И он говорит, ну, что ты не понял? Просто создавай воздух. Создавай атмосферу, и когда ты создаешь вот эту вот атмосферу изменений, инноваций, постоянного познания чего-то нового, то, конечно же, вокруг тебя формируется именно такое поле. Ну, а люди, которые в этом поле себя чувствуют некомфортно, они просто покидают эту атмосферу, и такие тоже ситуации происходят. Мне кажется, что здесь, знаешь, сложно говорить о каком-то, может быть, жестком управлении, здесь важно просто создавать атмосферу. И когда вокруг, знаешь, это была потрясающая сессия у нас, когда ребята рассказывали о том, что они делают, и мы узнали много нового. Например, мы узнали, что у нас одна девушка, такая хрупкая, занимается кикбоксингом, и у нее много разных побед. Мы узнали, что еще одна девушка увлекается шотландскими танцами. Еще у нас одна, один парень, там и девушка тоже занимается серфингом. И когда они рассказывают про то, какую они энергию получают от своего любимого дела, от своего хобби, от совершенно разной, и как они приходят, вот вдохновленные на работу, и как мы вместе делаем один большой проект, то, конечно же, может быть, даже те люди... Ты помнишь, у нас еще был один парень в команде в предыдущем проекте, который никто же не думал, что он занимается такой вот дизайном, как это правильно называется, декорированием деревьев. Ему дарят все кусты, и он эти кусты, значит, красиво... Подстригает, да? Ну, то есть ты начинаешь прямо вот этой энергией жить, и даже, наверное, если есть люди, которые просто, не знаю, уставшие приходят домой, падают у компьютера или у телевизора, наверное, также в такой атмосфере начинают меняться. Поэтому главный совет управленцу — не быть управленцем, а быть лидером, и вдохновлять свою команду на те результаты, на те задачи, которые стоят, и создавать, что такое вдохновлять, это вдох, вдыхать, создавать атмосферу. Спасибо тебе большое. Знаешь, я хочу сказать, что вот если 2019 год мы прожили в логике твой лучший год, и это была просто потрясающая программа, которая состояла из вот трёх основных энергий, которые мы разобрали, это, конечно же, у каждого у нас члена команды был ментор, который помогал пройти какую-то ситуацию, потому что, знаешь, так же, как и многие люди, я всё начинаю с понедельника или с первого числа. Это да. Вот, например, совсем употреблять алкоголь я перестала два с половиной года назад с первого числа. Ты знаешь, это вот, мне кажется, тоже. И, конечно, это не только помощь друг другу, но и помощь ментора. А 2020 год у нас называется «Просто космос». И я тебе сегодня рассказала о том, что есть такая книга «Просто космос» Катерина Ленгольд, которая создала стартап и продала его НАСА. И это удивительная книга, в которой она рассказывает о том, как создавать свою жизнь в стиле agile и жить девятинедельными релизами. И я также очень рекомендую эту книгу прочитать. Она у меня, кстати, осталась в машине, я её дочитываю. И надеюсь, что вот, когда мы проживём 2020 год «Просто космос», когда мы, как банк, открытие нашей команды, войдём в топ-3 лидеров сегментов, трепещите конкуренты, то я расскажу, как мы провели 2020 год в логике «Просто космос». Супер. Фантастический эфир, мне очень понравилось. Спасибо тебе огромное. Как всегда, это просто масса позитивных эмоций, практических рекомендаций, инсайтов. Знаешь, есть такая фраза хорошая «Имеющие уши, да услышат». То есть все, кому захотелось бы что-то отсюда взять, могут взять. Прямо можно наш эфир брать, конспектировать. Я вот себе целый лист исписал. И в конце один из наших слушателей задал вопрос. Надья, подскажите, пожалуйста, откуда черпать энергию, когда работаешь в одном банке уже 5 лет, и внутренняя мотивация закончилась? Считаете ли вы, что пора менять место работы раз в 3 года? Я считаю, что нет никаких правил раз в 3 года. Ещё, знаешь, говорят о том, что, не знаю, каждые 7 лет проходит какой-то кризис. Я верю в то, что у каждого есть какие-то свои циклы. Мне кажется, что здесь надо просто разобрать твою ситуацию и посмотреть, в чём проблема. Как правило, всё-таки проблема кроется в тебе, внутри. Я могу сказать, что в прошлом году был момент, когда я тоже очень сильно устала и понимала, что всё просто, не знаю, всё выгорело, хочу отдохнуть, хочу от всего подключиться. Потом ты начинаешь смотреть в себя и понимаешь, что проблема в тебе, в твоём восприятии каких-то ситуаций, которые мы иногда интерпретируем не совсем корректно. Поэтому, мне кажется, совет очень простой. Посмотреть, все ли возможности исчерпаны в этом проекте. На меня были ситуации, когда я в проектах работала 7 и самое большое – это 8 лет и делала много карьерных шагов. И когда мне предлагали уйти из того или иного проекта, я понимала, что я ещё не всё исчерпала в этом. Мне кажется, здесь надо понять, вот всё ли ты взяла из этого проекта, всё ли я взяла из этого проекта, из этого места работы, потому что ты первый год как минимум сначала инвестируешь, ты выстраиваешь коммуникацию с людьми, ты показываешь, что способна достичь результата. И это, конечно, время разбрасывать камни. И 3 года – это ещё, на мой взгляд, очень короткий срок. Надо просто смотреть и смотреть ровно, а всё ли я цинично взяла из этого проекта. Если ответ – да, всё, то, конечно, надо искать новые возможности. Но я могу сказать, что я ни разу не меняла работу раньше, чем 7 лет. Спасибо тебе огромное. Нам с тобой Спартак передаёт привет, говорит, что круто, ему очень нравится. Так что тебе Спартак тоже огромный. Он такой большой молодец, который тоже делает невероятные прорывы в спорте. Ты мне задал вопрос, кстати, по спорту. Я не хотела бы выглядеть как уклонистка. Но самое сложное мне отдаётся со спортом. Но я всё-таки ставлю себе небольшие цели и двигаюсь в достижении результата. Поэтому пятёрочку я бегаю. И это уже большой результат. И я с тобой тоже делилась этим своим большим достижением. Пока, как Спартак, не бегаю в марафон. Ну ничего, всё ещё впереди. Ну посмотрим. Ну посмотрим, да. Надия, огромное тебе спасибо. Просто великолепно. Я получил массу удовольствия. Я надеюсь, что все наши слушатели тоже. Пожелания нам всем от тебя по поводу энергии. Я каждому желаю в этом 2020 году прожить свой лучший год. Если кто-то не определился с целями, срочно, быстро, прямо сегодня вечером, пока ещё до полдесятого есть время, потому что рано важно ложиться спать, составьте себе список целей для того, чтобы достичь их и действительно прожить этот год полной энергии. И самое главное, помните, что мы часто любим только признаваться в своих успехах. Конечно же, у нас есть неуспехи. Но успех на самом деле это только то, что ты сама или сам знаешь о себе, а не то, что о тебе говорят другие. Мне кажется, это тоже очень важно. У нас, правда, эфир сегодня не был этому посвящён, но мне хотелось бы в конце сказать об этом, о том, что крайне важно помнить, что успех – это вот именно то, что ты сам знаешь о себе. Может быть, три года, как написала девушка, или парень, не знаю, карьера не сдвинулась, ты не сделал никакого шага, но вопрос, как ты чувствуешь, а не то, как отмечает... Как отмечает общество, я читаю, что мой муж пишет, пора гулять. Пора гулять. Антон, привет. Спасибо тебе большое. Друзья, очень важные слова. Всё, что Надия сказала абсолютно верно, я полностью ко всему присоединяюсь. Также хочу сказать, что я продолжаю свои марафоны бесплатные, потому что люди могут прийти и выработать свою персональную стратегию. Регистрируйтесь, ссылка в шапке профиля. Надия, огромное тебе спасибо. И до новых встреч, до новых эфиров. Спасибо, Рома. Я хочу научиться, как делать вот эти прекрасные обои, которые затворили. Я тебе научу. Я хочу узнать что-то новое. Пока. Спасибо тебе большое. Счастливо, пока. Друзья, это был прекрасный эфир с Надьей Черкасовой. Напомню ещё раз, что все эти эфиры в рамках нашей поддержки марафона «Персональная стратегия человека-2020» Напомню, мы с Надьей сегодня говорили об энергии лидера, энергии команды и энергии изменений. Все эти три источника между собой связаны и ведут вас к цели. Ещё раз всех приглашаю присоединиться. 15 марта стартует «Персональная стратегия-2020». Ссылка на регистрацию в шапке профиля. Регистрируйтесь. Абсолютно бесплатный, шестидневный марафон. Вам придётся много поработать, но вы точно сможете поставить себе цели. И вы посмотрите о том, куда уходит ваша энергия, куда её стоит направить. А желаю вам сегодня прекрасного вечера. Ставьте сердечки, чтобы у нас у всех сегодня вечер сложился. Всем знакомым, ребятам, всех, кого я видел, но не успел в процессе нашей интервью, огромный привет. Спасибо, что поддерживаете нас и смотрите. Всем незнакомым, рад вас приветствовать на своём профиле. Подписывайтесь. И я уверен, что найдёте много для себя интересного. Всем прекрасного вечера. До встречи. И успехов вам в поиске вашей энергии, вашей команды и ваших изменений. Пока.